ПЕРМСКИЕ АГРАРИИ Долги по зарплате в крае выросли более чем на четверть. Пермстат говорит о задолженности почти в 10 миллионов рублей. Новости на РБК Пермь. В студии Станислав Загайнов. Здравствуйте. Проверки должны быть системными и идти от прилавка к производителям. Прикамские аграрии оценили инициативу российского правительства по предстоящей масштабной проверке молочного рынка. Вице-премьер Аркадий Дворкович поручил Россельхознадзору, Роспотребнадзору и Роскачеству до 26 марта провести проверку молочной продукции. В рознице закупаются образцы молока, сливочного масла, творога, которые затем направляются для исследования в лаборатории. Цель мероприятия – сделать вывод о реальной доле фальсификата на рынке. Проверку курирует министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов. Ему поручено утвердить программу отбора проб и проведение испытаний. Также проанализировать результаты проверки в рамках реформы контрольной и надзорной деятельности. Прикамские производители готовы к проверке, однако считают, что она не должна стать разовой акцией. У нас с вами молока в России больше не стало, в том числе в Перском крае. Если есть увеличение производства, оно незначительное. Потребность, которая была, она все равно остается. Доктрина президента о продовольственной безопасности как было, так и остается. Поэтому проверки нужны обязательно. Это должна быть практика, системно должно быть выстроено. Мы каждый год об этом говорим, но дальше слов у нас с вами, к великому сожалению, никуда не двигаются. В региональном Минсельхозе также отмечают, что с 1 июля 2018 года регистрация сельхозпроизводителей и переработчиков молока в федеральной системе «Меркурий» будет обязательно. По данным ведомства, 70% предприятий отрасли заявили о готовности регистрации в системе. Необходимость выявления фальсификатов молочной продукции возникла на фоне резкого снижения закупочных цен на продукцию. Это связывается с использованием в производстве сухого молока импортного производства. Ранее сообщалось, что с 15 марта Россельхознадзор планировал ввести запрет на ввоз в Россию некоторых видов молочной продукции из Беларуси. Однако стороны достигли договоренности о процедуре снятия ограничений на поставки. Москва и Минск будут соблюдать балансы спроса и предложения по продукции животноводства через интеграцию белорусской информационной системы прослеживаемости с российской в ГИС «Меркурий». Работы по спрямлению участков шексмонавтов в Перми должны начаться в четвертом квартале 2018 года. При этом заявленная ранее стоимость проекта увеличилась на 50 миллионов рублей. О планах по реконструкции объекта краевым парламентариям рассказал министр транспорта Николай Уханов. По словам чиновника, основная часть работы – это спрямление шести разворотных участков, увеличение длины разгонных и тормозных полос. Эти меры позволят повысить скорость проезда транспорта до 90 км в час. Кроме того, должен быть достроен один из надземных пешеходных переходов, установлены защитные экраны, снесено здание бывшего поста ДПС в районе Ванюков. Изменением проектно-сметной документации займется Московский институт «Гипростроймост». При этом Минтранс называет срок получения положительного заключения госэкспертизы 28 апреля. Общая стоимость реконструкции, названной Николаем Ухановым, 250 миллионов рублей, тогда как в прошлом году министерство планировало потратить на нее 200 миллионов. Завершить работы планируется к концу этого года. Также на заседании рабочей группы ЗАГС Собрания были озвучены планы Минтранса по строительству двухуровневой развязки на пересечении шсекс-монавтов с улицами Авериадской и Промышленной. На этот объект, по сообщению Николая Уханова, в краевом бюджете на 18-20-е годы заложен 1 миллиард рублей. Проектную документацию для объекта также готовит «Гипростроймост». Директор Лысинского металлургического завода покидает пост в краевом парламенте в связи с возможным переездом. Об этом сообщает издание «Коммерсант». В прошлом году предприятие перешло под контроль Магнитогорского комбината. По данным издания, Родионов планирует сложить полномочия в ЗАГС Собрания и вообще покинуть Пермский край. Если это произойдет, осенью по Лысинскому округу будут назначены довыборы. На Лысинском заводе, телеканал РБК, информацию об уходе Родионова с поста директора предприятия не подтвердили, но и не опровергли. С начала этого года долги по зарплате в крае выросли почти на 27%. С задержкой выплат столкнулись 807 человек в пяти муниципалитетах, сообщает Пермстад. На 1 февраля предприятие задолжали сотрудникам 9,5 миллионов рублей. По-прежнему зарплаты чаще всего задерживают на обрабатывающих производствах 65% от общего объема долгов. Годом ранее сумма долга была на четверть больше. 1,5 миллиона рублей задолжали сельхозпредприятия, которые, к примеру, годом ранее в списке не значились. Недобросовестные работодатели появились и в сфере культуры, но сумма долга там пока меньше всех. В среднем одному работнику не заплатили 12 тысяч рублей, что на 1,5 тысячи меньше, чем в прошлом году. Большая часть задолженности работодателей образовалась еще в 2016 и 2017 годах. Эти и другие новости на нашем сайте Пермарбиси.ру. Следующий выпуск через час. Не переключайтесь. Портал деловых новостей РБК Пермь. Один из лидеров среди бизнес-ресурсов города. Более 300 тысяч уникальных посетителей в месяц. Всегда свежие новости, актуальная и оперативная информация. Интуитивно понятный интерфейс. Партнерский проект РБК+. РБК Пермь. Помогаем принимать решения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова